26 апреля лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов принял участие в совместном экологическом рейде Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и партии «Справедливая Россия» по Москва-реке. Рейд проводится в рамках экспедиции «Великие реки России», проводимой при активной поддержке партии «Справедливая Россия». За три прошедших года были проведены экологические обследования рек Волга, Обь, Кама, Ака, Вятка, Енисей, Кана, Ангара и других 18 регионов России. Были выявлены более 250 предприятий-нарушителей природоохранного законодательства, наложены штрафы, приостановлена деятельность предприятий. Предварительное обследование состояния воды Москва-реки показали, что на входе в город река относительно чистая, а на выходе в районе притока Городня загрязнения по нефтепродуктам превышают ПДК предельно допустимой концентрации в 50 раз, а по тяжелым металлам в 30 раз. Москва-река, уходящая в Московскую область, просто опасна для здоровья людей. Партия «Справедливая Россия» и «Зеленый патруль» бьют тревогу. Москва-реку загрязняют предприятия в районе притока Таракановка, в районе Бережковской набережной и Курьяновские очистные сооружения. После отбора проб воды в устье реки Яуза и реки Неглинная Сергей Миронов рассказал о проводимой акции и высказал ряд предложений по изменению природоохранного законодательства. Когда брал материалы «Зеленого патруля», ну просто всегда так, люблю оперировать цифрами и всегда обращаю внимание, что из себя представляет бассейн Москва-реки, вот здесь причем, прежде всего в районе Москвы. Это 140 речек и ручьев, это у нас 400 прудов и 4 озера. Значит, вот такие интересные цифры. И все, естественно, потом в конечном итоге все стекает в Москва-реку, и все это либо соединяется, либо просто одно в другое впадает. И, естественно, когда мы говорим о загрязнении вот на такой большой площади, в том числе и сельскохозяйственными удобрениями и так далее, да, мы видим, что, наверное, не идеальная чистота, но, тем не менее, факт стоит у факта. На входе в Москву вода значительно чище и значительно лучше, чем на выходе. То есть город, конечно, Москва дает очень большой, в кавычках, прибавку и, конечно, негативную загрязнение. Ну и, должен сказать, что когда строго-настрого говорят, что запрещено купаться, это действительно так, потому что в такой воде это просто не только там кожное заболевание, могут быть там все что угодно. И, конечно, здесь купаться нельзя, и рыбу, выловленную здесь, конечно, есть абсолютно недопустимо. Ну и, наверное, не лишне вспомнить, что наверняка, может быть, такой информации открытой нету, но еще не все промышленные предприятия в Москве имеют очистные сооружения и напрямую, как и раньше, как и сто лет назад, все сбрасывается по-тихому в те или иные канализации, а потом все это просто прямым током идет в Москва-река. Я хочу, пользуясь возможностью, высказать благодарность «Зеленому патрулю» и сказать спасибо за их вот этот проект «Великие реки России». Три года они бьют колокола и говорят о том, что у нас с нашим самым главным, одним из главных богатств пресной воды, с пресной водой, у нас, конечно, не все в порядке, это мягко говоря. И, конечно, нужно самым серьезным образом и законодательно устанавливать соответствующие запретительные и оградительные нормы охранять нашу воду. Ну и, конечно, я не могу не вспомнить о том, что принцип, который заложен сегодня в так называемые штрафные санкции для зарегистрителей, они приводят к очень простой вещи. Я заплатил, идите все подальше, значит, буду пачкать, но я за это плачу. А нужно по-другому. Нужно обязательно экологическое страхование. Платят все, как некую страховку. Если кто-то загрязняет, предприятие просто нужно закрывать. А если случается любое ЧП, из тех средств, которые собраны, как раз идет и ликвидация самой аварии, и последствия и так далее. Вот как делают, собственно, во многих странах мира, потому что сегодня это цинично. Те предприятия, которые являются загрязнителями уникальных, в том числе, объектов пресса воды, в том же вспомним и целлюлезно-бумажный комбинат на Байгаре, они говорят, мы заплатили, отстаньте от нас. За то, что мы пачкаем, мы платим. Это неправильно, потому что откупаться нельзя, а нужно действительно запретительными мерами там, где пачкают, наказывать. А так должно вводиться экологическое страхование. Это, кстати, давнические предложения партии «Справедливая Россия».